Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я продолжаю записывать экспресс-тесты на те танки, которые сейчас продаются к Черной Пятнице в магазине. И на очереди у нас Эмиль 1951. Это премиумная восьмерка, тяжелый танк с барабаном на три снаряда, который кого-то смущает, кому-то им кажется имбой. Короче говоря, мнения о нем действительно разные. Что касается ценников, 8000 за машину и я бы не сказал, что это намного дешевле, нежели его обычно продают. Обычно его продают за 8500, то есть на 500 голды дороже. Но, ребят, при этом стоит учесть, что продают его без открытого оборудования, то есть просто танк и слот в ангаре. Здесь же вы получаете еще открытое все оборудование. Что машина собой представляет? Абсолютно честный обзор в стиле моего канала уже есть, я добавлю ссылочку обязательно в описании. Сейчас кратенько пробежимся по ТТХ по орудию и сразу в бой. Что касается орудия. 310 за один выстрел, на базовом снаряде пробитие 230 в целом вполне достаточно для восьмого уровня. Время перезарядки снаряда в магазине между собой составляет 3 секунды и в основном постоянно не хватает того, чтобы выстрелить немножечко пораньше. Я бы сказал, что идеальное время перезарядки снаряда в магазине для этой машины было бы 2,5 секунды, потому что именно этих каких-то полсекундочки постоянно не достает. Что касается возможностей барабана, то 3 снаряда по 310 и получается, что с одного барабана в среднем вы выкидываете в районе 930 урона. И это действительно довольно неплохой показатель. Единственное, что стоит помнить, что здесь существенное время перезарядки самого магазина, которое составляет 21 секунду. Это действительно очень много. Что касается пробития, ребят, поскольку мне лично пробития хватает, то я здесь оставил себе вентилятор, чтобы хотя бы на какие-то чуть более полсекунды, но все-таки уменьшить время перезарядки внутри самого магазина. Да, пускай не сильно, но типа чуть-чуть поднять ДПМ, но и немножечко улучшить некоторые другие показатели. Если вы ставите себе калиброванные снаряды, да, вы существенно поднимаете пробитие, но при этом всем мне, допустим, комфортнее все-таки играть на вентиляторе. Что бы там кто ни говорил, я считаю, что нет понятия правильное и неправильно установленное оборудование. Есть понятие, удобно тебе с так установленным оборудованием или неудобно. Ставьте оборудование так, как нравится больше вам и никого не слушайте. Время сведения и разброс будем заценивать непосредственно в бою, но время сведения действительно долговатое. 4,5 секунды. Что касается угла склонения орудия вниз, целых минус 10. С учетом того, что здесь во лбу башни есть крутая привиденка и так, то представьте себе, что будет, когда вы играете от башни где-нибудь за какой-нибудь неровностью, типа холма или какой-то горки. Ну и, соответственно, опускаете орудие вниз, вашу башню, поверьте мне, никто не пробьет. Хотя многие говорят, что это прям картон-картонный. Здесь я, ребят, абсолютно не соглашусь. Ну что, побежали, попытаемся машину заценить. Итак, друзья, поехали. Начинаем, как обычно, с подвижности. Обычный тяжелый танк и, в принципе, больше здесь рассказывать не о чем. Просто едет. И, слава богу, и скорости передвижения, маневренности, я бы сказал, вполне достаточно. Цепляться к этому не буду. Что хочу отметить от себя. Да, Эмиль в чем-то интересен, но стоит отметить, что Эмиль, он, в принципе, практически полная копия проходного Эмиля на восьмом уровне в дереве сборной Европы. И об этом стоит помнить. То есть, по большому счету, вы получаете себе по ТТХ обычный проходняк, но при этом тот, который позволяет вам фармить. Ну вот я сейчас переключаюсь на голдовые снаряды, потому что Тигра второго я пробить не могу на базовом снаряде. Но не считая, что это прям какая-то существенная потеря для меня. Я играю не для того, чтобы зарабатывать серебро, а для того, чтобы получать удовольствие. В целом же, ребят, если вы берете себе премиумную машину именно для того, чтобы на ней фармить, а на этой тачке плюс-минус фармить можно, то, понятное дело, что вам имеет смысл переключить себе с вентилятора на калиброванные снаряды. Для того, чтобы количество выстрелов, которые вам необходимо будет делать именно голдовыми снарядами, было существенно меньше. Ну и, соответственно, от этого будет зависеть уровень вашего заработка по результатам боя. Как я уже сказал, я не гоняюсь за заработками в виде серебра, я гоняюсь за позитивными эмоциями и готов за них заплатить. Что хочется отметить, опять-таки, от себя в отношении восприятия данной машины. Но, что мне больше всего не нравится в этой машине, так это то, что ты, по большому счету, играешь от барабана к барабану. То есть, ты поиграл, пока у тебя есть три снаряда в барабане. Когда снаряды в барабане у тебя закончились, то, соответственно, ты чего-то ждешь. А за это время твои союзники что-то там должны делать. С другой стороны, ты потом выезжаешь и опять отбрасываешь целый барабан. И вот так по кругу. Вот это меня действительно смущает. Если бы здесь время перезарядки барабана было хотя бы чуть-чуть пошустрее, ну, мне кажется, было бы гораздо интереснее и гораздо веселее. Так, поехали. Поехали дальше. Не сильно мне нравится то, что сейчас происходит. Я так понимаю, что нас сейчас ждут существенные проблемы. Но... Давай, подъезжай. Вот видите, вот как раз не хватает постоянно по какой-то вот буквально полусекунде на то, чтобы быстрее отстреляться и, соответственно, дать больше результат. И вот это вот чувство нехватки какой-то половины секунды, ну, блин, не знаю, накрывает периодически от этого. Вот прям такое впечатление, что тебе необходимо побежать, а разогнаться ты не можешь. Вот то же самое ощущение и играя на этой машине. Повторюсь еще раз, я не считаю Emilia 1951 прям там каким-то негодным или не стоящим своих денег. Он стоит своих денег вот этих 8000. Но все-таки это далеко не та машина, за которую стоит гоняться. Повторюсь еще раз, есть проходная версия. Да, она не будет фармить, но ощущения от игры, в принципе, все те же самые. Один в один. Стоит также отметить, что если вы ищете себе фармера, то все-таки и Emilia 1951, хоть и является премиумной машиной, и с коэффициентом фарма довольно неплохим, но все-таки посмотрите себе что-нибудь другое. По типу Акулы, по типу Экшен Икса. Ну, в общем, есть огромное количество тачек, которые, ну, куда интереснее фармить. Что касается нашей результативности. Здесь, ребят, мы проиграли, но посмотрите на результаты нашего настрела. Я практически ничего не делал, и я с существенным отрывом впереди. Два фрага, 2640 единиц урона, и я не считаю, что мы сейчас проиграли из-за того, что Эмиль плохая машина, или я ничего хорошего в бою не сделал. Просто Эмиль вот так постоянно играется. Это хороший танк поддержки. Это танк для того, чтобы помочь вашим союзникам продавить какое-нибудь направление, в том числе и тяжей. Ну и, соответственно, в этом смысл игры на Эмиле. Если вам такой геймплей не подходит, если вы не готовы ожидать по 20 с копейками секунд, где-нибудь стоя за углом дома, пока перезарядится ваш барабан, то Эмиль 1951 однозначно вам не подходит. Повторюсь еще раз. Если вам нравится играть на вот этой вот машине, на Эмиле первом, обычном проходном, и, как вы можете видеть, здесь по ТТХ, в принципе, практически то же самое. Средний урон даже на 10 единиц выше, но и буквально на секунду время перезарядки больше, а все остальное практически то же самое, как видите, угол склонения орудия. Что касается пробития, да, здесь похуже, и у премиума повыше будет уровень пробития. Но так или иначе, это, в принципе, та же самая машина. И вот если Эмиль первый вам нравится, вы любите на нем играть, и при этом вы хотите, чтобы он вам еще и больше серебра приносил, то тогда имеет смысл Эмиля 1951 себе купить. В противоположном случае, я думаю, что это будет бессмысленная трата вашей голды, если такой геймплей вам не заходит. Это была абсолютно чистая правда про Эмиля 1951, и если вы за честность автора на его канале, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Если вам не сложно, поставьте лайк данному видео, я стараюсь специально для вас, и побежал снимать следующее видео. А вам, друзья мои, искренне желаю мира, и обязательно спокойствия. Пока-пока.